всем приветики с вами канал артмании смотрите что у меня есть есть твик со вкусом апельсина представляете это новинка и сегодня эту новинку были держу как ногами ну ладно эту новинку сегодня мы с вами будем пробовать но будем пробовать в конце я надеюсь то что вы дотерпите у нас сегодня с вами болтушка и плюс букманк мне еще рассказать у нас с вами уже давно довольно давно не было таких болтушек вот короче сидим болтаем на самом деле этот конфетку у нас я конечно же не нашла мне подарила моя новая подружка вы меня можете наконец-то поздравить я нашла того и такого человека который меня очень хорошо понимает такой человека я искала всю жизнь наверное и наконец нашла который даже тоже даже хорошо помета который ко мне относятся хорошо это очень сложно найти очень сложно звонить мне постоянно на мне постоянно на дню звонит по два по три раза звонит спрашивает как как у меня дела как я себя чувствую чем я занимаюсь покушала я не покушала вчера пошла в магазин она мне позвонила спросить тепло ли я оделась или нет блин это вот эти вот так классно мне так это нравится блин когда она долго не звонит там буквально наверно полчаса проходит она не пишет не звонит мне уже скучно становится честно я думаю блин как я жила раньше сегодня мы с ней встречались она мне подарила такую такой вот чай купила себе и сразу ей и подарил еще конфетки там там с халвой она хотела попробовать вот этом подарил ей другие вот ну ладно а встречи как мы с ней встретились и как познакомимся расскажу чуть-чуть попозже сначала у нас с вами сейчас будет как всегда небольшой букмак вот я хочу поужинать я честно говоря очень голодный и плюс к тому же мне надо сейчас уже пить таблетку у меня ужин время мне 2340 вот позднее уже время я пью таблетки сейчас вот такие вот эксперт волос я отращиваю снова свои волосы которые во время вернее после беременности у меня выпали сейчас просто мне голова грязная тоже объясню почему она у меня грязная вот такая она нормально не сильно грязно тоже попозже чуть-чуть объясню вот но сначала мы с вами покушаем сегодня у меня необычная еда обычно с вами очень много всего интересного пробуем сегодня мы с вами еще будем пробовать мороженку и доставлю достану вернее чуточку попозже чтобы она совсем у меня не размякла а кушать мы с вами будем сегодня вот такое вот там спаржи с перекресткой язычок и колбаска колбаска кстати пересоленая не очень мне понравился я покажу какая это кремлевская премиум такие вот это покупала свекровь и у меня они остались вот из перекрестка спаржи там написано перекресток и хочу я еще сегодня покушать сладкую вату у нас магазине пятерочки она очень быстро кстати заканчивается довольно быстро зверек кстати тут классно кстати напишите в комментариях что можно делать с этим зверьками блин упаковка честно она ведь не гниет с ней ничего не происходит но как мешки использовать что вроде красивая такая упаковка но оставлять ее для чего как мячик нет наверно не надуешь вот и а еще у меня яичко да еще яичко чай я уже заварила вот такой вот с черной смородины мы с вами пробовали в предыдущих букмангах обалденный чай придается перекресток знаете вот аромат как из 90 как из детства вот сейчас я буду чистить яичко яйцо мы с вами еще ни разу на букмангах не ели первый раз вот давайте пока буду чистить наверное вам расскажу с подружкой мы познакомились в контакте я подругу на самом деле еще уже очень очень давно последний раз у меня подружка была подростковом возрасте наверное да как-то так вот общались не общались всегда у меня принципе так было там в школе еще были подружки мы общались потом так общались не общались как-то так вот потом познакомилась с мужем и все то есть у меня потом было очень сложно найти подружку что-то как-то так это я хотел найти какую-то подружку так узнаете домашняя домашняя чтобы она дома такая не такая которая тебя будет тащить по клубам там мужикам то есть такое не люблю вот а хотел такую как я найти нечет как-то у меня это особо не получалось но и как-то подумал типа ладно там получилось так что у мужа появились друзья у меня как бы никого нету то есть я с ребенком с ребенком он там с друзьями с друзьями вот у друзей там что-то то есть жены то ли нет как-то присоединяться каким-то там женщинам неизвестно какие мне четко не очень хотелось может говорить типа ну и надеюсь себе тоже друзей друзей подруг найди себе тоже вот я попыталась попыталась никак там в контакте друг эта группа еще друзей я подумала писать не писать туда писать не писать ну дай думаю попробую напишу думаю ну посмотрю если делать видно же все равно человека по лицу видно если что-то не так с ним там любит выпить например да по лицу это видно думаю за что там потом откажусь не буду общаться просто и все зачем я такая нужна написал типа ищу друзей в таком-то районе не так ищу подругу в таком-то районе веселую люблю читать рисовать сидеть за компьютером общительную там по моему веселую обязательно для меня было самое главное чтобы она была веселая то есть не просто общаясь да не знаю не пойду пойду то есть мне это не интересный надо было чтобы она была реально веселая а написал сколько мне лет замужем то есть то то что я замужем как бы я не свободно и о том что я не буду там с ней куда-то ходить там по дискотекам там и так далее то есть обязательно вот это вот буквально прошло суток двое-трое а так получилось что я вот эту страницу указала в ютюбе под роликом то есть кто знает помните у меня другая страничка была вконтакте и заморозили и оказала эту и она мне там пишет привет типа такого района только ищите подружку а я продолжу раз ютуба пишут не поняла сразу начали общаться я думал что сейчас человек напишет какой-то вопрос по поводу ютюба или там какого-то другого сайта который у меня там есть я думал что это будет так оказался на подружку вещь но посмотрела делать ну как девочка девушка на три года старше меня я думаю почти ровесница блин думаю это классно то есть они 40 лет там не 50 это мне 20 не 25 там то есть моя ровесница считай все думаю блин классно по переписывали сам пишет 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 прям пишет пишет блин приставучие боялась телефон сначала едать а потом через сутки думаю надо позвонить попробовать позвонила и вообще у нас как понеслось мы как начали смеяться над каждым словом очень скажи она там говорит говорит я че-нибудь продолжу и просто прям смеемся смеемся у него тут уже губы прям все вот болят болят прям это все короче так вот на самом деле очень мало таких людей которые веселые которые реально весело то есть дожить до середины своего возраста своей жизни то есть дали середину и остаться веселым это огромная редкость не просто смеяться там ну ладно сейчас она там скажет я посмеюсь хе 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 одриального просто у нас запой пошло просто с ней смех запой смех сме сме милый это классно это супер просто Вот, супер классно то, что она звонит, то, что она пишет, постоянно пишет. Она с утра просыпается, то есть я просыпаюсь с утра, у меня уже от неё сообщение. Доброе утро, солнышко, блин, это так приятно. Доброе утро, цветочек, это, блин, это, я не знаю, я каждому желаю такую подругу, вот, правда, которая будет вам писать сама. Вот, и уже с утра просыпаешься, в надежде смотришь, такая, типа, сейчас она отправит, нет сообщения. Думаю, блин, надо самой, пишешь самой. Она просыпается, там, ну, ты уже проснулась, там, типа, это, это классно вообще. У меня, в принципе, даже такую подробную серию, а не сложно, которую он будет писать, обычно там, как переписка идёт, привет, привет, там, у меня сегодня нет, у меня там то-то, 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 то есть так, да, обычно? Колбаска ещё закусу. Могу. МоY. Моy. Моя. Моyle. Моy. Моя. Моя. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Спаржа, кстати, немножко жестковатая. Хотя где-то мягкая. Мастер-мастер. Продолжение следует... Язычок. Язычок такой нежный. Напишите в комментариях, любите ли вы язык. Какой говяжий или свиной-свиной. Кстати, он тоже вкусный. Он подешевле будет, чем говяжий. Говяжий у нас, по-моему, стоит 500-700 рублей за килограмм. В среднем. Кстати, цены поднялись. Ой, не выходил в магазин, наверное, недели две уже. Вчера пошла перекресток. Или в пятерочке я была. В пятерочке я вчера была, в перекрестке я вчера была. Блин, так цены выросли. Это вообще, это что-то с чем-то. Ощущение такое, как будто они растут. Каждый день прибавляются по 50 рублей. Цикорий. Там, цикорий. Даже в пакетике, по-моему, что цикорий 200 рублей аж стоит. Я помню, полтинник стоил много лет назад уже. Там лет 5-6 назад. А 200 аж, обалдеть. Блин, так ценно. Это ужас, как они растут. Мммм. Оп Обожаю язык. Честно, прям обожаю. Вот так. Ммм, обалденно вкусно. Такой нежный, такой вкусный. Знаете, напишите в комментариях, какие бы продукты вы ели каждый день. Вот именно из таких вот дорогих. Напишите, мне будет реально интересно. Напишите три продукта, которые вы ели бы каждый день, которые вы кушали каждый день. У меня это, наверное, язык, красная икра. Я же еще треть это придумать, а? Наверное, курица. Красная рыба? Ну, может быть, красная рыба или курица, что-нибудь такое. Ну, красная рыба я как-то так отношусь. А вот красная икра, именно вот натуральная, которая продается на рынке, которая стоит там за килограмм, по-моему, 4 тысячи, по-моему, сейчас. К нам иногда в СПО Волгу приезжает. Блин, вот она обалденно вкусная. Там вот магазинная икра красная. Блин, там фигня. Какая-то фигня, вот честное слово. Сколько раз уже пробовала, покупала. Блин, там фигня. Очень вкусно, безумно, просто вкусно. Ням-ням. 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 Вот так вот. 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 Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. вот, вот так вот. , вот так вот. вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Как и с детства. О-о-о. О-о-о. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И то, что там, допустим, твоим родителям позвонишь, они могут реагнуть, мол, ты чего не взяла трубку, там мы тебя потеряли, где ты вообще там была и так далее, да, то есть накричать, то тут подружка там, блин, я тебя потеряла, ты куда-то там пропала, почему у тебя нет ВКонтакте, то есть, блин, это так приятно, это, блин, это вот, это классно, это реально классно, да, я не знаю, когда я с ней общаюсь, я такие эмоции испытываю вообще совершенно другие, какие-то вообще нестандартные, у меня такого никогда не было. Сколько было подружек, ну, просто там о чем-нибудь общаешься, человек какая-нибудь заходит, какая-нибудь тема, я начинаю шутить, и она просто начинает смеяться, она просто смеется, и я вместе с ней. Может быть, как-нибудь я запишу наш разговор, даже не то, что на наш разговор, посмотрим, как я с ней разговариваю, общаюсь на камеру, может быть, как-нибудь вечером, там по вечерам, то есть, я где-то в 22 звоню, потом я звоню, ну, я перезваниваю, потому что у меня минуточек больше, чем у нее на Билайне, вот, и где-то там в обед, с утра, ну, да, и в обед я звоню, с утра звоню иногда, вот, в течение дня, то есть, ей напишешь, и она буквально сразу отвечает. Напишет буквально сразу, то есть, это, блин, это, о такой подруге реально надо мечтать, которая вам сразу ответит, обычно, как бывает, напишешь, и она отвечает, там, через 3 часа, через 4, через 5 часов, то есть, а тут, в принципе, я вот так вот, вот, ну, реально мечтала. По-моему, даже, если я не ошибаюсь, на Новый год, по-моему, я себе в этом году заказала подружку, потому что в прошлом году я заказала себе побольше подписчиков, чтобы мне прибавилось, у меня прибавилось, в предыдущий год я тоже заказала, у меня прибавилось, а в этом году я заказала себе лучшую подругу найти, и вот она нашлась, то есть, у меня новогодние такие вот, мои хотелки, они сбываются. Ставьте лайки внизу, внизу, внизу лайки, вот, и это, на самом деле, очень круто, это классно, то есть, я, блин, я реально счастлива, что я смогла найти такого человека, вот, она рассказывала, как она искала лучшую подругу, она чаще в меня ходила на встречи, хотела сказать свидание, встречи вместе с ними, вот, и рассказывала, какие вообще бывают, это, честно говоря, у меня был большой-большой шок, вот, но мне она сказала, что я тоже веселая, и что я непредсказуемая, вот, честно, вот это вот, вот это вот слово для меня, это что-то необыкновенное, необычное, то есть, мне так никогда никто не говорил, она вот единственная, мы сегодня на эту тему с ней снова общаемся, мы говорим, да, это непредсказуемая, я говорю, блин, я тебе сегодня сказала, пойдем с тобой по сугробам, я хочу по сугробам идти, а ты не захотела, ты сказала, что пойдешь по сугробам тогда, когда будет Дима, то есть, вместе с Димой, все вместе пойдем по сугробам, ты только тогда сказала, а сегодня, я сегодня не захотела, там такие классные были сугробы, то есть, там вот так вот была дорожка, и вот так вот такой ровный такой сугроб, прям ровный, знаете, светит солнышко, да сугроб такой блестит, блестит я говорю, слушай, пошли по сугробам вот здесь, она, нет, я не пойду вот, я говорю, ну блин, ну что ж такое одно идти как-то по сугробам не очень хотелось слушайте, ей надо было дать камеру, точно, ей надо было дать камеру, и я пошла тогда одна знаете, мне напоминается все время такой момент, вот заходишь в магазин куда-нибудь, видишь допустим, стоят два одинаковых продукта на прилавке, и под каждым одна и та же цена допустим, 150 рублей там, допустим, какой-нибудь, пускай, допустим чай, да, 150 рублей и рядом стоит тот же самый чай, и тоже по ним находится тот же самый ценник, 150 рублей и, честно говоря меня такие моменты всегда в жизни поражают зачем стоять двум одинаковым коробочкам у них у обоих одинаковые ценники то есть, рядышком, обычно, как вот коробка, да, у него там ценник и они потом вот так вот так вот, друг за дружкой идут, да то есть, знаешь, следующий продукт тоже так же, следующий а это вот два одинаковых продукта и два одинаковых ценника я все время останавливаюсь и про себя начинаю разговаривать и говорю всегда сама о себе Наташа, ну вот смотри вот этот чай стоит 150 рублей а вот этот чай стоит 150 рублей понимаешь? и, блин, мне так становится весело вот этот вот, ну вот, ты не понимаешь вот этот чай стоит 150 рублей а вот этот чай стоит 150 рублей блин, это реально, это классно мне очень нравится так вот делать Ладно, мне кажется, вы меня не поймёте. Скажите, наверное, что-то там с ума она начинает сходить уже. Давайте с вами будем пробовать Twix. Я уже почти вам много чего рассказала. Состав, не знаю, мне кажется, состав, кстати, опять на красном фоне, с белыми точками вот такими. Давайте я вам поближе покажу. Вот так он выглядит. В первых ногами, слава Богу. Здесь вот, видите, тут, не знаю, на красном фоне они специально делают, видимо, состав на красном фоне, чтобы было не видно ничего. Такой классный. Ну, здесь, в принципе, и подписано, что новинка, килокалорий 203. Вот. Не знаю, пробуем вкусно или нет. Ей очень понравился. Она тоже любит апельсинчик. Но, конечно, у нас с ней разные немножечко вкусы. Где-то одинаковые, где-то немножко разные. Одевается она тоже немножечко по-другому. Ну, в принципе, это ее правое. В принципе, так должно быть. Что тут выбралась шоколадка. Что тут выбралась шоколадка. Сейчас я попробую и вам принесу. Ужиколадка! Немн. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мне кажется, именно Твикс Ну, сам Твикс, да, со вкусом апельсина И плюс сама апельсинка Это будет обалденно вкусно Когда она такая сочная Во рту будет у вас там Это у меня нету Разминаться Вот так Вот так Субтитры сделал DimaTorzok Оставлю себе еще на потом Чтобы спокойненько поесть Что-то уже немножко надо наедаться Начинаем Уже почти готов Взяла ложечку Кстати, самое главное Я вам забыла сказать У нас же на кухне Произошел ремонт Я думаю, что вы должны заметить Что у меня тут вот новые обои Вот тут вот тоже Вот Присмотритесь, там новые обои Между прочим Самое главное забыла сказать вам Так Ну она, кстати, да Похожа больше на батончик Какой-то такой Прямая и полукруглая Нежели как Другая лакомка Что-то у нас тут Что-то вроде это сбоку-то было А, ну тут она растаяла А там внутри как шоколад Как будто Ммм Вкусная Как будто пломбир Честно говоря, на самом деле Чистая линия напоминает именно Шампунь Чистая линия Как-то это вот, знаете Сложно Сложно Как допустим Даф Да? Есть Даф Там Шампунь опять же Там какие-то Крема Даф А есть шоколадка Даф Вот как-то вот это вот Покупаешь шоколадку Начинаешь пробовать И кажется, что она должна быть сейчас горькой Потому что есть шампунь И они горькие Также чистая линия Есть тонкие чистые линии Да? В любом случае они будут горькие Правильно ведь? А тут мороженое Ну блин, неужели нельзя было по-другому назвать? Там я не знаю Ну Линия чистая Блин, нет Ну как-то чистая линия Все равно там опять же добавлены кучи всякой химии И оно все равно мороженое не полностью натуральное В смысле его так называть? Назвали бы как-нибудь, я не знаю Напишите, кстати, свои комментарии Как бы назвали его вы Название, мне кажется, можно придумать очень-очень много разных Если так посидеть, подумать Ну придумаешь, например, лакомка, да? Произошло же откуда-то Сампо, например Магнат мороженое, да? Гигант Какие там еще? Полно там всяких Еще мы много-много не знаем Там в Перекросске вообще очень много мороженых продается Ну не вот правильно Не, в Ленте, кстати Вот в Ленте, да, реально там очень много мороженого Пока ты там особенно летом придешь Пока ты их там все посмотришь Уже замерзаешь И про себя думаешь, все, пора бежать Мой подружкой, кстати, да Подружку зовут Анастасия Зовут Настя Очень красивое имя Вот Она любит мороженый магнат Со вкусом граната, по-моему, она сказала Есть с трюфелем Есть Не знаю, может быть в следующий раз мы с вами возьмем магнат Попробуем Я пробовала очень-очень-очень давно Я помню, что там шоколад очень качественный Очень такой вкусный Отличается От многих обычных шоколадок Вкусно только Только эту шоколадку не проломишь ничем Получается так, что сейчас я мороженое полностью вот это вот съем А шоколадка как-то ее это неудобно честно Ни туда ни сюда Та вот лакомка, она Которая фиолетная Темно-синяя, что ли Которая Ну, вы знаете, наверное Там удобно Он как-то шоколад ломается Там подобие какое-то Но оно мне очень нравится Ломается и все После того Мороженое поправляешься очень сильно Да, кстати, мы с вами недавно Разговаривали по поводу халявы Помните, наверное Мне в светофоре доставались колбаски на халяву Недавно мне достался Я записывала это еще на камеру Надеюсь, что камера записала Это потому что что-то Периодически она меня плохо записывает Мне достался один тюльпан На халяву Представляете? На халяву Сейчас расскажу Получается так Короче, я иду к маме на праздник И сначала пошла мимо Ну, смотрю тюльпан и тюльпан Я несла свой букет тюльпан Который мне Женя подарила Вот И думаю, купить маме тюльпан или нет Думаю, надо маме что-то купить Потому что у меня был тяжелый рюкзак Плюс вот эти тюльпаны Я решила в магазине заходить Ничего не покупать И потом уже как я узнала Что я маме вообще ничего не подарила Обычно заранее покупаю А в этот раз у нас ремонт И мне было просто некогда Что-то маме покупать Вот Я вернулась обратно Спросила, сколько стоит Короче, там за 5, по-моему, что ли Было штук Не помню уже По-моему, было 5 штук, что ли 400 рублей Я такая думаю, блин Ну, ладно Думаю, давайте И она была, кстати, с луковкой Тут у меня стоит Похожая Вот она у нее луковка Я, кстати, ее буду сажать Планирую, может быть Я сегодня ее посадить Надеюсь очень Что у меня все-таки Будет время Кстати, она с луковкой Смотрите, до сих пор стоит Но не распустилась особо Ах Какая она была Так Вот Она уже засохну Немножечко Сейчас я ее поставлю Вот И получается так То, что она, короче Букет этот упаковывает В бумажку Кладет на стол Там лежат, видимо, тюльпаны Оборачивает ее бантиком Таким веревочкой Все там завяз Мне отдает Вот 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 Так Я забираю Короче Иду 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 Я начинаю чувствовать До этого я как-то не замечала Что вот эта часть руки Держит пакет Какой-то Фольгу Пакет Тут ощущается Из этого пакета Что я думаю Что-то странно Опять Ворачиваю голову И получается так То, что То есть Она сделала букет И когда она вот Обворачивала вот эту вот веревочку Один тюльпан Случайно там попал И, короче Получилось, что Один тюльпан У меня попал на халяву Представляете Вот что вот будет Именно вот так Вот Я никогда бы честно Не подумала Вот Ну Я бы не подумала, что так бывает Что вот просто Один тюльпан Фактически Залез в этот букет Бесплатно То есть он мне достался Бесплатно Честно, я была просто В большом шоке Я уже подошла К маминому Маминому Подъезду Блин, у меня просто был шок Я сфоткаю это по-моему Все на телефон В инстаграм Я все это выложу И записала на камеру Надеюсь, что камера записала Этот момент Ну это Блин, это было нереально приятно Представляете Один тюльпан На халяву достался На 8 марта Представляете Блин, это классно Ты начинаешь думать о халяве Она начинает тебе доставаться Все чаще и чаще Ну вот Всяких таких вот моментах Интересных А то потом Правда думала Думала, каково там Будем Ну там, кстати, продавала мама Дочка И видимо это может быть Брат или муж был Не знаю кто это Он на них не особо был похож Но Они все вместе пытались Тщательно заработать денег Продавая Вот это вот Все Ну блин, сейчас они там Вечером посчитают И окажется, что Один тюльпан Неизвестно Куда пропал Думала, может вообще И не один Может она так Каждый заворачивал По случайности Может там Ну вот Короче так Вот Было Необычная халява Надо будет это запомнить И снова создать Ролик о халяве Также Вы подпишите Какая была У вас халява И когда Последний раз Вот Короче тюльпан Просто Сбежал Из холода Я это назвала так Так, ну что там у нас А, внизу А, что внизу Вода там Какая там была Ага, волнуется Сейчас мы с вами шоколадку эту попробуем На вкус, кстати, такой Обычно Какой-то Шоколад Молочный Как конзитерская Там Плитка Бывает Может быть Нашли Астукан Ну, Готово вкусно мне все-таки то мороженое лакомка вкуснее реально перекрестки область забрала два последних я хотела 3 взять думаю блин а то стоит 37 рублей у нас на него цена кстати особо пока что слава богу не поднялась вкусно так вкусно но то мне больше нравится сайте цены поднялись на курицу у нас курица где-то стоило 91 рубль сейчас уже 120 было недели три назад счет она уже дороже короче цены растут не знает кошмар как они растут не знаю почему они так выросли прям ужасно очень быстро выросли многие продукты смотришь которые ты всегда брала не примут это очень выросли некоторые продукты вообще не выросла цена мне просто мужа знаете что цены растут а зарплаты остаются такие как были и просто учись выживать как хочешь это называется так да там кстати власти сейчас детские тоже получаю сейчас детские с одной стороны когда начали платить детские это была огромнейшая на самом деле помощь что их начали платить потому что вообще же ничего не было до 7 лет мы будем получать детские но с другой стороны это настолько мало серьезно это столько ребенок растет не нужна одежда ему нужны новые игрушки пойдешь магазин там нами вчера пошла в пятерочку там отдала 600 рублей пошла в перекресток купил вроде бы все нужно покупаешь ничего лишнего там 600 отдала все 1200 уже с мелочи там тысячи там сколько 300 еще не все купил мне еще надо детское молочко купить мне еще надо купить еще чего-то а памперс я еще даже не купила а у меня там уже три с половиной тысячи всего осталось на карте а еще конец месяца будет начало следующий там мне надо еще тысячи рублей оставить на интернет влечет и значит почему не так много денег стал уходить или цен подражали ли чего памперс да были 500 еще прошлом году по осень я покупала они были 500 500 с чем-то сейчас они стали 631 ну то есть блин подражали не подпись как их там подгузники называются видел светофоры продается дешевле но не знаю купишь вот так большую пачку она там будет аллергии какая-то протекать будет тоже обидно и 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 обалденно вкусно я почти съел холодное завтра просто охрипну наелся я еще пока я сейчас задумал завтра у меня тяжелый день время уже час ночи доходит завтра нам придут ставить двери наш ремонт начинает постепенно подходить к концу но дверь к сожалению будет ставить целую неделю представляете там пять дверей пять дней блин это ужасно подружка сказала что будут двери ставить очень шумно и честно говоря я не хочу чтобы было шумно которое утро подряд я просыпаюсь больной головой не высыпаюсь немножечко немножко голова болит видимо то что я ухо застудила плюс у меня еще получается так что у тут у меня зуб болел может быть это пошло от зуба нагреть скорее всего это пошло от зуба но мне даже сходить к стоматологу некогда некогда сходить вот сейчас вроде бы у меня начинает проходить вот несколько дней уже сегодня хотя проснулась без больной головы но завтра мне он придет должен вроде как против 930 старайте в 930 блин обалдеть я думал что за два дня просто поставить эти двери и все а вот представляете если 30 дверей 30 дней будет он ставить блин даже обалдеть представляете ремонт шумный ремонт 30 дней каждый день у вас будет вот какая-то там может быть пила дрель там я не знаю что то еще каждый день будет вот этого длиться без перерывов и выходных не знаю что будет завтра наверное завтра что-то засниму что-то покажу плюс завтра придет из белой на техник потому что нам не хватает одного проводка я их перепутал эти провода короче он завтра и надеюсь соберется вместе его сейчас я подумал что наверно мне нужен один провод сюда на кухню и хочу на кухне попробовать с вами провести стрим вот поэтому наверное я его попрошу еще один провод на кухню провести пускай будет вот если не получится тогда у меня останется пробовать ну посмотрим там вот хочу попросим мама есть ноутбук я попробую его взять как-нибудь и попробовать то что просто сидел так болтая на кухне сама собой ну не знаю как то так может быть попробовать со стримом быть мне кажется поинтереснее народу прибавится побольше познакомиться с вами потому что стрима у меня уже очень давно не было я думала начну после ремонта но ремонт затягивается и плюс придет завтра наш мастер он будет подрезать плинтуса минолеум будет подрезать который не подрезал то есть он работал на седьмого числа утра и уже где-то он как раз ушел через полчаса пришла уже приехал свекровь вот то есть он прям быстро 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 торопился быстрее быстрее положил этот линолеум все там убрался 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 и убежал то есть вот так вот и вот только завтра он придет мы уже его не видели целую-целую неделю честно говоря ребенок немножко по нему уже соскучился но дима завтра только вечером придет жалко а то бы тогда конечно со временем спрашивает где мастер когда придет мастер там я буду ему помогать я буду мой это то есть блин он реально ждет его вот и плюс получается так что дверь будет ставить целых пять дней то есть доделывать ремонт дальше мастер придет только через неделю блин через неделю там сейчас сейчас у нас где-то середина марта роли конечно выйдет с опозданием скорее всего чуть-чуть вот то есть ремонт затягивается еще и на целый март то есть январь февраль целый марка ручь на третий месяц уже затягивается и честно говоря с одной стороны это ужасно ужасно тот момент что завтра будет шумно то есть как бы ладно я буду одна завтра дома без ребенка ну смогу наверное одеть наушники хотя через наушники мне кажется мне будет слышно шум а вот вместе с ребенком это посложнее то есть его не удержишь особо ему нужно наверняка будет быть вместе с мастером то есть целый день с ребенком во время шума это ужаснее за почему он не может поставить их за пару дней почему это надо растянуть на целых пять дней блин это ужасно вот это сегодня суббота он должен был прийти сегодня но он захотел прийти завтра то есть он мог сделать за выходные хотя бы две двери да то есть уже было бы супер вот но блин так к сожалению так завтра иногда тоже запишу может быть ролик и расскажу как было шумно или нет мне кажется будет шум хотя честно говоря мне кажется наверное нет не будет потому что ну чё он там попилит хотя зачем целый день будет ставить одну дверь что это наличники поставил их это шик шик и все зачем приходить рано так утром и кажется он до обеда все сделает мне так кажется ну не знаю посмотрим можете где-то на камеру запишу может не запишу не знаю не могу пока ничего вещей но любом случае чего-нибудь какой-нибудь не такой большой контент будет так чем мы с вами все перепробовали сегодня наверное будем прощаться мне кажется ролик сейчас затягивать прошлый раз ролик у нас с вами затянулся на целых два часа вы не представляете какого это монтировать вот монтировать реально иногда я засыпаю во время монтажа иногда я смеюсь сама на собой сама собой болтать начинаю вот ну зависит от того насколько я себя хорошо чувствую обычно поболтав с настенкой мне становится прям вообще-то классно у меня начинает проходить голова у меня проходит зуб у меня проходит все дальше наступает вечер вот сидишь так перед компьютером ой засыпаю ой засыпаю сейчас усну сейчас усну блин надо монтировать монтировать помонтируем помонтируем все засыпали могу засыпать звонишь ей сразу как зайчик проснулся все хорошо тут тут поболтали поболтали все прям вообще настроение сразу хорошее все мне как только становится грустно сразу звоню ей она сразу берет трубку и начинает со мной общаться это классно это реально классно другая бы сказала слушай наташ мне сейчас некогда там давай попозже давай через часок давай через два часа два через три то есть ну это был бы вот так наверняка поэтому я хотела сказать напишите в комментариях что вы за меня очень счастливы что наконец нашла подругу надеюсь что когда буду монтировать этот ролик мы будем продолжать общение потому что она сегодня сказала что она очень счастлива что она меня нашла что и со мной нравится общаться вот и сказал то что она хочет дальше продолжение общения вот я сказал что тоже я хочу но конечно ей немножечко со мной будет посложнее потому что у меня подруги уже очень давно не было я не знаю что это такое общение как это общение то есть я уже привыкла общаться с вами привыкла общаться на камеру то что постоянно я говорю в ответ я только читаю комментарии ваши вот но на сообщение очень хорошо проходит то есть что там она сказала я сказала то есть не просто там болтали понеслось то нет такого слава богу нету ладно все давайте будем прощаться мне уже надо ложиться спать я буду спать сейчас уже укладывается ставим лайки обязательно подписываемся где-то там где-то тут или тут я уже забыл где-то там будет кнопочка подписаться колокольчик нажать обязательно чтобы прописать мой ролик дзын-дзын а комментарии написать что-нибудь обязательно напишите мне приятно будет если напишите а напишите мне такой продукт вам больше всего понравился пробовали ли вы такой твикс апельсина обязательно напишите халу хотел сказать сладкую вату пробовали ли вы и мороженое чистая линия что она вам напоминает кушали вы его или нет понравилось оно вам или нет покупаете или нет может быть вот такой эксперт волос кстати если девочки меня смотрят какие средства вы пили чтобы у вас волосы не выпадали какими шампунями пользуюсь тоже напишите короче пишите там в комментариях что-нибудь мне как вы за меня счастливы например вот с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии смотрите другие ролики наши влоги кстати еще есть как мы с сыночком живем путешествия отдыхаем занимаемся развиваемся куча всего и всем пока пока все давайте подписывайтесь на канал